Девушки отдыхают 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 на мид, то есть тинкер уже побально, можно темплар осайсин придумать, кин оф пэйн и так далее. Таких самых наиболее противных персонажей, которые хорошо отстоят. Помешает Магнус, либо Гирокоптер, кто пойдет. Скорее всего, Магнус, само собой. Ну и здесь можно сделать сильный трейлейн какой-то и послать его убивать. Однако, убивать они пытаются вискнайтем, то есть, скорее всего, это просто не случится. Даже не знаю, как им стоит это все расставить. Вертус Про думает, кто еще помешает так сильно. Кто-то с тимфайт-потенциалом, то есть, можно придумать Брюмастер-Бестмастер, однако в западной сцене их не настолько сильно любят. Вчера мы, по-моему, видели, несколько игр брали Бестмастера подряд. 40 секунд остается. Похоже, что будет играть в какую-то быструю игру тимликой, то есть, если не оступится, то Хаоскнайт с Виспом всех переубивает, а Чен с своими друзьями-саппортами там все перепушит. Банят лондруиды, получают вот это шадоу демона. Надо какого-то саппорта им банить теперь. Нет, саппорта. Ну, не знаю, как они будут, добирать не будут. То есть, шадоу демона-то, понятно, здесь два саппорта осталось, а вот здесь можно либо саппорта всунуть и играть в супер-агрессивную быструю игру, пытаться запушиться в 20 минут, либо как-то аккуратненько добирать более активных персонажей, требующих фарма. Пытаются угадывать пока что. Банят теплоросасин. TC посмотрим, пока что думает, то есть, сходу какой-то наработки у них не было, либо забанят, то, что хотели. Думают, кого послать на мид. Знаю, что будет Магнус, но можно взять просто Queen of Pain, не заморачиваться особо. Queen of Pain весьма мобильная, то есть, в случае чего висплауск на это куда-то летят, но она туда телепортируется на башню, допрыгает достаточно быстро. Чен, глобальный хил, то есть, посмотрим, может они сделают вообще какую-то глобальную стратегию, возьмут Фориона сейчас. Будет ли интересно их посмотреть. Ну и вот, пошел резерв, остается минута. Как-то даже не знаю. Скорее всего, висп с хаус к найтам все-таки пойдут на дабл мид, но у них там Магнус будет. Магнус, не факт, что убьют они за два стана, то есть, пока нет четырех секунд, они там спокойно будут стоять все. Висп будет делать отпул, но, впрочем, более-менее не сработает. А вот кого на соло расставлять, то есть, можно берут Бестмастера. Похоже, что Бестмастер все-таки пойдет на мид и эти персонажи в Дефенсив Лейне. Такие вспомнили. То есть, как я и говорил, не забалили их, и взяли Бестмастера. Все чаще его даже на западной сцене вспоминают, как хорошего Соломида. Так, ну и кто остался? Давайте думать. Остался Виндранер, остался Фурион, ну, в общем-то, вариант на Солу Лейн Море. Баунти Хантера уже взяли. Один джанглер уже есть, то есть, можно вместо этого взять саппорта, как я и говорил. Ну и полминуты ТСи остается, как-то он прям раздумывает, раздумывает. Хм, вот так вот. Квин оф Пейн на оффлейн. Даже не знаю, Кристал Мейден добирают саппортом. Понятное дело, Трэл Лейн более-менее неплохой. Кристал Мейден, конечно, не так мы часто видим, однако саппорт весьма хороший. Верли Гейме будет достаточно сильный лейн у них. Смотрим, Балба берет Бестмастера. Корк, похожий на Квин оф Пейн. Нет, он на Хаус Кнате. Хм. Ну ладно, давайте смотреть, как здесь все сложится. Виртус Про играет с стендином. Некто Медвед. Пока не разберут героев. ТС берет Квин оф Пейн. Видимо, ТСи будет стоять в легкой соло. А здесь можно и офенсив. Нет, как-то это будет больно все-таки. То есть перейдет, чем пытаются съесть скрипы и сходы. Пытаться агрессировать. Это не самая лучшая идея. Нужны урны для спиритов, которые очень больно дерутся. Чем больно взрываются, а уешат. Нужны урны для реалити рифта. Для Хаус Болта. Ну и давайте смотреть, кто куда. Тим Ликвид. Балба. На Бестмастер пойдет на Ами. ТСи на Квин оф Пейн. Флав. Ноченье. Аэкс Майк на Виспе. Корок. Хаус Кнайт. С этой стороны. Команда Виртус Про. Санта на Баунти Хантеры. Просит ремейк. Хм. Давайте смотреть. Сходу. Лол. Вкачал то есть Топфейс на первом уровне Чен. Очень часто такое случается. Не хотят Виртус Про. То есть нехорошо как-то получается. Ладно, пока посмотрим. Холимастер вроде бы не против. Ну и все уходят. Ладно, давайте ждать ремейк тогда. Там заново все переставим. Вот я на Ютубе отрежу. Ремейк. Очень часто такое бывает у Чена, что он там легоси, не легоси ходки ставит. Качает первым уровнем Теста Фейс. Ну и проблемы. Вместо Хольпер Зважина. Ладно, ждем буквально 2-3 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Просто ременько. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 НС Потихонечку фармит Здесь находят какие-то И они сами, по-моему, делают отпула, чтобы тавар пушился Давайте посмотрим, что там Лешака по уровню Вот один уровень Диаболик Эдик Сам второго уровня еще То есть пока что Опыта не так много С третьего уровня и второго уровня Диаболика Можно скачивать и Вышку доносить Руну Хейст сейчас найдет Магнус Но не знаю, как его можно реализовать здесь Куда бы не прилетел Везде либо убегут, либо еще что-то случится С самого у него ультимейта ничего нет Вот он Включил-таки Хейст, побежал куда-то на топ Видимо, хотят Чена убивать На пару с Сантой Чен пытается прятаться Стягивает Балбу в лес Балбу замедлили Жената страйк, Жената еще больше замедляет Кидать, чтобы бейв пловит он Колбласт Ну и просто байтом подморозили добили Хорошо, пролетел НС очень вовремя То есть они все скоординировали То есть он пока бежал-бежал Санта никаких движений не было Ну и подцепили просто с Кьюером Времени было достаточно Уже 0-3 вот так вот Вертус Про Верли Гейми просто на коне Внезапно 4-х секундный стан Спирита надо стянуть Поднимает Аэкс Майк Корок получает рейр спалярис Надо убегать Похоже, что выживает Тэм ават Ганг был хороший 4 секунды Это просто прекрасно Виспа просто крипы убивает Здесь опять 4 секунды Но по тауру же никак не полез Какие-то прям Ну такое чувство, что это комбат Для них просто новость Как-то и висп спиритов не стягивал Здесь уже тауру потеряли Тимлик То есть еще и по деньгам Они проседают Теперь мало того, что по экспириенсу Пытаются замстить НС НС умстят Убивают Надо пытаться менять тауру Здесь пока график Шкала не такая большая Вот видно Далее получает преимущество Ну и по золоту, понятное дело Ферстблад взяли Тауру убили То есть вот этот килл на ЦМ Был первый килл Шестой килл Команда Темлик Первый килл, но шестой на карте Квин оф Пейн Давайте посмотрим, что у Квин оф Пейн Пятый уровень Как-то они так лейны расставили Что вроде бы Потенциал вроде бы хороший А с другой стороны Ну Как-то совсем не очень получилось Хорошо НС все Продумал по лейну Опять 4 секунды Магнус сейчас уедет Похоже Спиритов опять стягивает Растягивает И вот как-то труп Магнуса Поехал в речку Затонул Такое Так, давайте обсудим Почему и как по лейнам случилось То есть Идет дабл мид Здесь Против них Магнус Магнус хорошо против них стоит То есть ему не особо страшно Если что он уедет Ну и как мы видим Очень нелепо сыграли Здесь и Аксмайк и Корр Как-то они сначала Подавили на третьем урне Тушки умерли Под тавр на третьем урне Давить не самая умная идея Сейчас уже Ромин саппорт убивает Аксмайка На других же лейнах Здесь они пытались Делать соло И Чен с виспом Должны были качаться в лесу И делать от пулу с меда То есть на этом Получается экспириенс Потом ходить пушить В итоге Перешли Сделали ферстблат на Чене Чена прогнали В чужие джунгли Вот он очень долго Время там стоял Стоял Только сейчас Вот они начинают пушить Хотя могли начать Уже очень давно Ну и бестмайстер Бестмайстера убили Вот он В общем-то седьмого уровня То есть не так все и плохо Два уровня у него Виннер Бесте Глядишь Наберут Оп А здесь тем временем Убили Квин оф Пейн Набросились У меня все вместе здесь Фейсбут есть уже У Эйрмана Первый по фарм 42 крипа Ну и из команды Ликвид Его вообще никто не догоняет Даже близкого Бестмайстер Который стоял На соло лейне Первый по фарм В команде Ликвид Так Давайте Включим Нетворс Нетворс Так доступнее Что здесь такое летит Мэджик Ванда И так далее Прожали Смог НС Точнее не то что НС А Виртус Про Все это прекрасно понимает Капитан Он командует Как-то группироваться Отходить Надо стоять Смотреть на хайграунде Кто здесь упадет Сейчас Идут Видят раих Санто Просвечивают Дают Праймал Рор Ну и Санто В общем-то Убивает На балбу Трайс Трайверс Поляриц Балбу убили Бестмастера Бегут за корками Димоника Диаболик Эдикта Не продамажили Никого Ну и в общем-то Лишака Убили Гонит Магнус Магнус Отлично Запер То есть Просто никуда им не пойти Троллем Запер Чен С другой стороны Корок Вот так вот Минус 4 внезапно Делают Семликой То есть 6-8 уже Счет сразу Потеряли Они одного Бестмастера А здесь Вроде бы так Хорошо стояли У них Позиция была Просто прекрасна Для того Чтобы воевать Видимо Просто не ожидали Как-то они Расходили здесь И на них Выходит вся команда И Сходу схлопывает И Санто Схлопывает Лишака Который гнался Кристалмейден Еще до этого Убили В общем-то Получилось Неплохо Ставит Паузу НС Простите Секундочку Вот смотрите Как здесь То есть Было чуть ли не Минус 1000 Для Команды Ликвид А уже за 1000 Перевалило По экспириенсу Неплохо Там все Саппорты Получили Ценный опыт Сейчас Седьмой уровень Уже Можно пробовать Летать Здесь восьмой То есть Сейчас Хаускнайс Весьпом В пике Своей силы Они хорошо Реализоваться Должны Сейчас Не знаю Кого не найдут По золоту Все Более-менее Равно Ловит Корк Подморозили Режут Ну и урона Хватит Втроем Очень быстро Убили Так вот Они Сказали Гоу Отжали Сами Паузу Вот Да Вот Тим Ликвид Очень Анманер Так вот Мисклик Говорит Уже Убили Втроем Ну как То Да Ладно Друг Друг Ругает Ну вот Показывает Качество Весьма Весьма Плохо Получилось Так что Такой Анманер Ран Пауз Молчаливый Такой Плохой Спортсмэншип Ну ладно Весьмастер Находит Хейст Бежит Есть просветочка Ботинок Больше особо Ничего нет Ну Как бы Больше особо Ничего И не информить Летит Висп Пролетают Они на гирокоптер Гирокоптер Пытается бежать Посмотрим Догонит ли Режет деревья Кидает Калдаун Однако Сцепляет Только краешком Виспа Сейчас вернутся Они обратно Летят Уже саппорт Три Два Один Виспа Надо успеть Убить Не успели Убили бы Виспа Было просто Прекрасно То есть Они бы И Виспа Убили И Хаоскнайта Забрали бы Санта Ходит Смотрит На балбу Резет Его смысла Уже нет Он Подбегает К вышке Уходит Совсем Забыли мы Про ТС Про Queen of Pain Вот как-то Он в уголочке Здесь сидел Он умер Один раз На него подавили Сам сделал Один килл Делает ПТ Чен Вроде бы С крипами Ходит Вроде бы Хотел попушить А с другой стороны Здесь Уже Санта Магнус Есть Рез Полярс Лучше Чего Будет Отбиваться Queen of Pain Обозначил Атаку на Тауру Но вроде бы Все у них Пока неплохо Там Баба 20 секунд Да Прямил Рора Посмотрим Будет ли он Куда тромить Пока Прямил Рора Сильный Надо как-то Активно Ходить Убивать И закреплять Преимущество ТС Прошел Мимо Санта 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 Увидел То есть Сюрприза Не получится Уже Очень хорошо Санта Роме То есть Вот он В инвизи Постоянно Ходит И просто Дает Всем Вижен Всей команде Своей Что там Где Врагов Лису Поставили Здесь еще И вард То есть Видно Вообще Все Здесь Убивает Балбу Дали ему Хэнд оф Гад Прилетел Аксмайк На фонтан Увозить не стал Но в общем-то Не успел бы В отместку Убили двоих Прилетает Эрман Похоже Сейчас тоже Убьет двоих Прираспаляр И вот так вот Схлопнул Просто Даблкил Получил Магнус Три в два Поменялись Однако Сторон Виртус Про Умерли Только Саппорт А Странные Тимликвиджи Все куда хуже То есть Умерли Соло герои Два Соло героя Плюс Саппорт Ну как-то Не совсем Хорошо Пытаюсь Тимликвид Меняться Понимаю Что выходит Играясь По контролю Постепенно Совсем Нелепо Все бегают Сбивает Пытались спасти Так Чем похоже на фонтан Отправился Вориор Да Оп И здесь он умирает Все таки От Фростбайта Который напомню Где это Сэм Не знаю Написано Здесь или нет Нет Не написано По моему На Крипов 10 секунд Он действует На нейтралов Ну в общем На любых Крипов Ну и Флаф инстав У него Его Тест оф фейт Отправляет Моментально Своих крипов Обратно То есть Кулдауна там нет Не то что Кулдауна Кастайма Как правильно Назвать Анимацию Иллюзии Магнус Стоят Их пугают Не дают Зайти в лес Сам Магнус Здесь фармит 10400 У него скоро Появится У него Блинкдаггер А крайне будто У него уже есть Летит Висп Прибегает Еще и Балбы Здесь трое Как бы сейчас Самих не поубивали Начинает Что-то делать Ну и в итоге Сами никого Не убили Все втроем Умеры Как я и говорил Здесь сходу Пробежала Санта Очень быстро Здесь оказался Пытались хоть Кого-то Збрустить В итоге Не сбрустили Вообще Никого Все Проражали Свои стики Ну и теперь Весь сквад Вертус Идет Пушить Топ Тауэр В этом Никто не сможет Помешать Пытается Меняться Здесь Можно попробовать Подбить Этот Тауэр На боссе Прожимает Флав Баклер Такое чувство Что у них Тауэр Вертус Прост Денали Все прекрасно Опять складывается Для них То есть Они оступились Минус 4 Когда Получили В этом регионе Теперь же на версту Тупущен То есть Вот Видно Ошибочка Их была Ну и обратно Отхапали Чуть ли не по локоть А не руку Тим Ликвид По золоту Здесь ответственный Такой падень Но пока 1500 То есть Вернуться Еще можно Из-за этого Пока все Не супер критично Корок делает БКБ Верман Давайте посмотрим Есть барабан Есть Фейсбут Здесь В четвером Ходит Появляется Эмпауэр Постепенно Первый уровень Эмпауэра Кидает он Фростбайт Как я говорю Фростбайт Висит очень долго Зачищают лес Ударов То есть Опять Карта Как-то Вот так Остается Ждут они Очередного Фейсчек В этот раз Были вроде бы Готовы Но к ним Никто не пошел Они прям Пришли все вместе Есть Блинкдаггер Вроде бы Магнус Говорят им Что надо Врываться Скорее всего Убивать Драться Очень хочется Никак никого Не найдут Понятное дело Симлик Понятно Что не получается У них Совсем Ничего Никак То есть У них Все лейны Можно сказать Были проиграны Потом Кое-как Отбили Немного преимущества Как пытались Бодаться Расслабились Немного Ну и Стало Еще хуже В итоге Симлик Иллюзии здесь... А, нет, это фантазм. Неважно. Похоже, что-то меняют все-таки. Ченнель Товер Чарж. Летят телепорты. Надо скорее бегать. Хаус Кнайт добрал Тауэр вроде бы. Отлично с танк Кентавром был. То есть, поставили раз, поставили два, поставили. Кентавру в рассыпную. Можно ей Хэндов Гаттам дать. Что-то Кентосом Санта добивает. Хаус Кнайт с Виспом собрались на авантюру, похоже. Пытаются найти кого-то, кто там один остался. Думаю, что вся команда пойдет вниз, и кто-то один останется фармить лейны отпушить. На самом деле, такого не произошло, и теперь Корок здесь один оказался вместо этого. Вся же команда Virtus.pro приходит на мид. Кто здесь такой смелый? А, Санта, он невидимый, делает потихонечку Владимир. Митауэр падает буквально за секунду. Даже диаболики не надо было включать, в общем-то. Так что понятно. Санта начинает резать Чен, Чен привозит. Основной враг команды Virtus.pro. Носитель мекки, носитель Хэндов Гады. Он встанет, Санту. Санту убивают. Замстили. НС раскастовывается. Вставал ультимейт, но как-то в итоге самый умер. Троих уже потеряли Virtus.pro, теряет четвертый, теряет гирокоптер. Как-то неловко они вот начали хорошо, а закончили за упокой прямо уже. Который раз у них с тимфайтами просто беда. Да, прыгают дальше с ТС, трипл килл получает. Ты не убил. Не плохо. Вайпнули. Команда Virtus.pro. В общем-то я бы даже сказал сами вайпнули, что убили Чен хорошо, но и потом встает, просто начинает кастовать здесь свой ультимейт. И все остальные как-то вокруг на это смотрят, как его там будут убивать. НС аж облысила аватарка. О, вроде вернулось. Тимлик это воодушевленное. Пытается пушить. И Норбиста есть два урня. Все затонковываются, то есть покупают здесь Огрклаб. Брайсер пока ничего не доделал из них. Здесь почти огоним внезапно. Понятное дело, трипл килл. Чен вроде бы смек, но и... Тут есть урна наконец уже. Два заряда в урне. Здесь тоже поинт-бустер Огрклаб. Все весьма плотные. Санта ходит ищет жертв. Барабан в фейсбуте есть. Может весь пахло не порезать. Так, весь короб. На лошади свои скачет. Хоть новую мышку покупаю. У меня каждый каст уже такое. Вот, вроде вернулось. НС уже откровенно бмит. Ну как-то вот Блинкдаггер хорошо, то есть там влетал куда-то Магнус, но оказалось, что он так влетел, что сам там же и погиб. Поздновато уже было для всего этого. Так, ну теперь давайте смотреть, то есть... Теперь, если оступаться, будет продолжать Виртус Провод, еще пару раз они так вайпнутся. Надежда на Баунти Хантеру, который пока только Владимир вот стянули Корока. Корок вроде бы живет. Кинули трек на Флафа. Флафа тоже проблем не будет. Пока что Санта здесь один. Его можно просветить, лучше чего как-то они... Не скоординировали, а этот Чен не успел прожить просветку. Надо гем скорее покупать, тогда они... Если будут минсовать постоянно Санту. Стант куда свободнее дышать. Корок сделал себе и БКБ 10 секундное, про это... Может быть, знает, не уверен. Нашли, увидели всех. То есть здесь летала птичка. Бесмастер, вот он вкачивает. Понимает, что Вижена на карте у них не так много. То есть поставили, они сходили свои агрессивные ворды. Ну и ушли с этой половины карты целиком. Мне было странно вообще... Странен этот маневр, что они вот... Как я и говорил, здесь они что-то ходили-бродили. И Чен, и Хаус Кнайт, и все пришли. Даже вордов принесли и расставили. Понятное дело, тавр хотя бы добрали. В общем-то, это того стоило на тот момент. Теперь там ничего не осталось уже. Собственно, поэтому ворды пропадают. В лесу кого-то гангст пока. Не самая лучшая девица ходит вот гуськом. Смотрим. Экспириенс очень влетел. По золоту. Более-менее на равных пока. Так, здесь какие-то люди ходят по миду. Чен вроде бы скрипами. Надо посмотреть насчет Рошана. Можно попробовать Рошана, конечно, забрать. Но сперва хотелось бы кого-то убить. То есть, на карте осталось здесь Тир-2. То есть, с двух сторон. Здесь то же самое. Ну и Рошан, собственно, понимает, что вглубь идти куда-то прям на Тир-2 делать атаки. Никто не хочет. Что здесь, что здесь. Здесь на Рошана соваться без каких-то киллов тоже смысла особо нет. Так как пассивно всегда фармят какие-то основные вещи. То есть, понимаешь, что драки такие вот прям, чтобы 5 на 5 опять все вайпаться, никто не хочет. Как-то прошлые драки были какие-то совсем односторонние. Что в одну сторону, что в другую. Ну и рисковать теперь, понятное дело, обе команды уже не хотят. Понимаешь, что более-менее на равных они сейчас. Магнус нашел дабл дэмэдж. Давайте посмотрим, что вещи могут изменить здесь. Затанковывается немножко НС. С этой стороны. Когда они допаяются БКБ. Вот, не удивлюсь, если оно летит. Действительно, пролетает целиком 10 секунд на БКБ. Лишак тоже, похоже, делает БКБ. Есть у него Огрклаб, есть Брайсер. 1000 хп у него. Неплохо. Ну и Санте надо Ио Владимир доделать, наконец. Будет давать небольшую ауру, но такое. Здесь, в общем-то, Блинк Даггер, Аркеймбуд. Но больше ничего не надо делать Огрклаб, видимо, тоже. Пока бы я собрался делать. Даже я не знаю, что. Эксмайк охраняет корок. Если что, просто улетят на фонтан. Полетят друзья, помогут. ТС доделал Аганим здесь. До Аганима. Давайте посмотрим. Вот здесь лежит его. Став оф Изердре. Даганим 2000 еще. Точнее, нет, 1000. То есть осталось только в Глэйде Фалакрисе. Чен достаточно бедный. Вот у него пока только Мека. Сейчас посмотрим, может, этот Чен что-то летит. Вот купил он в центре Ворды. Понимаешь, что надо как-то найти и убить Санту. Санта уже так смело не ходит. Поражали здесь Мокси. Пятером пойдут сейчас убивать Корока. Корк находит. Видит Вордом ЦМку. Понимаешь, что там Смок, что она внезапно появилась. Появляется Магнус, вырезается в деревья. Понимаешь, что Смок пошел впустую. Расходит. Габан, Бестмастер здесь на всякий случай смотрит, что происходит. Ликит. Прожали теперь свой Смок. Давай посмотрим, как у них получится теперь. С одной стороны заходит Ченнуд. Как-то он опасно бы сейчас пошел. Понимает это. Вот он крепаемый Дивордирует. Находит Санту. Просвечивает Санту. Прайм Урор. Ловит он и Стан и Прайм Урор. В ответ влетает Магнус. Стягивает Магнус. Теперь снова проблемы. Однако же там флаг Кэннон идет такой, что весьма больно. Дали Hand of God. Дали Меку. Но уже минус 2. То есть два самых плотных персонажа умерли. ТС получает дабл килл. Вот так вот 3 в 3 поменялись. Гирокоптера с Crystal Maiden. Здесь нашли они ТС и ТС. Надо убегать. ТС убегает. Флав как-то стоял, задумался. Посмотрел, что там можно сделать. Можно попробовать Ионесу убить. Но вот ТС как-то не прокнул. Он и Пеннус ТС кинул. Просто умер. Но ничего они не сделали с этой Crystal Maiden. Он понимает, что вроде бы и саппорт. Вроде бы самый хрупкий такой персонаж. Чуть ли не в игре. Но Ионеса. И Пауэртрейдс и Огарклаб. Вот такой 1100 хп ЦМ-ка. Побольше, чем Куина... Нет, Куинов много. У него и Аганим есть. Побольше, чем... Даже не знаю. Ну, того же Лишака примерно столько же. Вот они все затанковываются. Все правильно делают саппорта. То есть на них агрятся и... Можно делать скиллы очень хорошо. Эрман очень неплохо. Он влетел. Вот у него Демон Эдж внезапно. Он, видимо, только сейчас купил. Влетел с Лакэн. Там пока Реверс Полярити был. Пока агрились на Магнеса. Очень хорошо раздал там. Очень много урона на него спродамажил. То есть там стояли, лупили два миличника. Бестмастера и Хаоскнайт. Ну и на них, собственно, весь удар пришелся. То есть они... Поймали. И колдаун, и флаг Кэннон, и все. И Рокет Баража, и так далее. Все, АОЕ схватили. И отправились на фонтан. Как видим, экспириенс приближается к нулю. По золоту здесь все такая же болтанка. Теперь уже есть Аегис и Геррокоптера. Более-менее расслабляется. Вот он уже урон прилично наносит. Включится флаг Кэннон в следующий раз. Будет очень больно. Тим Ликвид уже играет на таймер. Сейчас надо как-то пытаться хитрить. Надо делать хексы. Продолжать расконтроливать всех. УКБ будет с каждым разом все короче и короче становиться у Геррокоптера. А Ускнайт даже Барабан ни разу не стучал еще. В общем-то Баунти Хантер тоже с этой стороны. Который раз они сюда забегают. Вот здесь постоянно вертятся. Команда вертится про идет просто по миду. Надо уже лететь обратно. Есть телепорт скролл. Можно релокейтом как-то по-хитрому влететь. Но достаточно опасно. Уже не в том положении они. Санта. Отличный геммобистмайстер. Санту ловит. Санту минусует. Но надо отходить. Летит Висп. Висп пролетает. Включает БКБ. Они здесь. Похоже умрет Висп. Соник Вейв просто в никуда. ТС Морозит. Идет Новый Год. НС. Пока еще живет. Сейчас НС добивает. Добивает ТС НС. Пытается убить гирокоптера. Однако он бурстит. Очень больно. Баба бежать. Отправляет его домой. Корок. Вроде бы живет. Бьет Лешака. Отличную цель выбрал. Понимает, что здесь Аегис. То есть таргет гирокоптера был вообще не вариант. Мы вроде более-менее расконтролили. 2 в 3 поменялись. Из гирокоптера выявляли Аегис. То есть можно сказать 2 в 4 потеряли. Они конечно Виспа, к которому он влетел здесь с релокейт. И понимают, что Хаос Кнайт БКБ есть. А вот у него ничего нет. То есть он просто там умер жалобно. Взорвался. Ну с этой стороны тоже 2 саппорта. Магнус или кто там еще. А, ну, Баунти Хантера, в общем-то, с этого и началось. Опять все в районе нуля болтается. То есть, ну, тысяча это уже как-то не солидно здесь. Не убили они гирокоптера. То есть из-за этого по золоту у них до сих пор преимущество. Гирокоптер продолжает фармить. Корок спокойно улетает. Чем нашел кентавра здесь. Так, давай смотреть. Ну, до Рошана еще очень долго. То есть еще больше 6 минут. Две ствола Магнуса. Не знаю, что он будет делать. Пока он делает просто стайки для гирокоптера. Пролетит гирокоптер и с Лакеном все разберет. Что-то летит к ним, похоже, МКБ. Да, действительно, летят дважавлено. Здесь делается стак. Последний внешний тавр. Нет, не последний. То есть они здесь пришли и умерли все. Решили с другого бока просто зайти. Посмотреть, как сейчас получится этот раз. Мекку никак не доделать. НС с Меккой будет все в разы проще. Как-то они совсем забыли про это. Шака почти БКБ. Остается только рецепт. Ну и понял, что потопа не самая лучшая идея. Надо отпушивать бот пока. Есть немного времени на раздумья. И, в общем-то, у Virtus.pro Чем дальше, тем будет только лучше. То есть им затягивать игру только на руку. Они дают право Team Liquid решать, когда будут какие-то схватки. Начинать какие-то движения. Медведь спрятался. Полетает уже на бот. Видимо, здесь сейчас будут сходить они. Нет, не будут. Просто руны взяли. Вот уже достаточно пугливый ходит House Knight. Мало ли здесь ворды. Но, в общем-то... Пускай это вдуваясь покупает. Что с гемом? Гем до сих пор бестмастер. То есть все хорошо. Ворды они более-менее сняли хотя бы на своей половине карты. Теперь вордов у дайров нет совсем. Можно как-то хитро на этом сыграть. То есть поводить их по карте. НС принес себе два апса. Мекки до сих пор нет. И это может быть большой проблемой. То есть с этой стороны есть Мекка, есть Hand of God. Hand of God, напомню, здесь 300 хп. Здесь 1050. То есть 550 такой хилл. Две кнопки нажатия. Вся команда вылечена. Однако может не хватить этих 550. Учитывая, что здесь есть очень много АОЕ на этом вертолетике. Если его как-то не убить первым. Опять же, если начать его убивать, придет Лешак. Лешака уже тоже. Второй уровень пульс новый. Диаболики все замакшено. Прямо Лайтинг Шторма. И похоже, что... Решает как-то хитро заманить на Квин оф Пейн. Квин оф Пейн отпушивают. Ждут, когда придут ее прогонять. Отпушивает Лейн. И на этом сыграют как-то. Сейчас. Коп-коп. Стал невидимым. Решет деревьев. Здесь не самая лучшая идея была. Сейчас увидят. Увидели Санту. Опять Санта получает Праймл Рор. Уже который раз. Летит колдаун. Все включает БКБ. Ох, поражал свой... Свой ультимейт. Прямо до блинка еще. Нехорошо очень получилось. Скорок пытается гоняться за НС. Не знаю, зачем они так хейсят. Каждый раз с Кристалмейд. На 4 секунды стана. Улетает. Плаф. Нет, не улетел. Поставили на стан. То есть... Выжили только Балба. Выжил Корок. То есть, несмотря на то, что Магнус свой распалялись, поражал до блинка. То есть, он где-то здесь хлопнул дном. И потом уже поехал в толпу. Тем не менее, сходу всех бурстанули. То есть, выиграют каждый файл чуть ли не 4 в 5. Из-за того, что Сантус сходу умирает. Ничего он не успевает сделать. Тем не менее, сразу же кидают и колдаун, и все на свете. И просто идет какой-то лютый АОЕ от Лешака на пару с Гирокоптером. Притом, сами они как-то... Сами как-то мне нравится выживать. АОЕ от Лешака еще даже БКБ нет. Появится БКБ, станет еще хуже все. То есть, они вдвоем просто ездят по файту. И как-то так получается, что... То ли внимания на них не обращают, то ли еще что. На такое небольшое затишье. Так, посмотрим сейчас. Найдет ли здесь Магнус у кого-то. 33 минуты. Киллов на карте очень много. До сих пор пока непонятно, кто преимуществует. По деньгам вроде бы Virtus.pro, вроде бы Lightgame на них. Даже не знаю, не успел я посмотреть, что случилось там даже с этой Queen of Pain. Она там поражала, не поражала свой Хекс. Но, в общем-то, Гирокоптер был в 9 секунд БКБ. Было не так что важно. Восьми секунд, между прочим. Ну, сейчас Рошан появится. На Рошане 2,5 минуты. Сейчас можно как-то походить, расставить ворды. Здесь попугать людей, отогнать. Надо этот регион захватывать. Virtus.gирокоптер. Понимаешь, что саппортов очень много на той стороне. Сейчас в пятирых они не вошли. Летит еще и ракет, но, в общем, выгоняет. Летит Магнус. Не будет ли он прыгать? Тащит. Тащит Виспа. Висп сходу утягивается Тезером. Успевает славить полбласт. Чен лет. Ох, как вовремя он успел лететь. То есть, за ним Ширкинтос туда полетел, но сам он выживет. Чен успел поражать Тест оф Фейт и вернуть своего друга на фонтан. Я же думал, релокейт какой-то сделал, но нет, там... Чен быстрее среагировал. Балба. Наткнулся на Магнус, так просто походя по лесу. Здесь еще и Лешак. Как-то они боятся этого. Балба идет. Здесь вокруг него чуть ли не вся команда Virtus.pro прошла так мимо. Это они даже друг друга не заметили. Разминулись по-дружески. Совсем не понимаешь, что происходит. Вроде бы все живы с обоих сторон. Сейчас будет какая-то драка. Опять Айкс Майк как-то выходит. Опасно. Продамажили. Пытался оттянуться. Не получилось на этот раз. И дорезал его. Баунти Хантер. Трек. Килл. Еще много золота. Армлет у Корока. Эмпауэр 4 урня. Это давайте посмотрим сколько урона. Плюс 235. Ну. Очень больно. То есть. Три с половиной сотен. Даже больше. Точнее 3070 урона. Virtus.pro начинает вполне уверенно отколоть Тауэр. Здесь пока ракеты пока. Раскидываются треки. Не до спасения Тауэрхэм. Хаоскнайт. Хотел мы видим как-то заинициировать. Скинуть стан и улететь на базу. Но в общем. Я так и не понял зачем это надо было. Пытались они хитрить видимо. В общем. Похоже что это их наработанная стратегия. Которую они там скринли. Казалось. Во первых. Она просто связка весь пак. На добавленной меде. Которую мы видели уже неоднократно. Те же Фнастики. И играют постоянно. В их случае это не сработало вообще никак. Зашли в Рошпит. Повторяю что-то поделать. Пролетает туда Хок. Смотрит. Бежит еще и Кабан. Кабана находит. Пронимает что сейчас кто-то пойдет туда смотреть. Без мастера. Ген до сих пор не выронил. Ну и заходит уже наконец. Виртус Про. Начинает без Рошана. Рошан бьет весьма быстро. Учитывая что есть МКБ. Есть Бутерфляй. В общем-то весьма плотный гирокоптер такой. Майк оставит. На станки дает. Похоже просто он умрет. Я только ничего не сделав. Но здесь уже идут врывы. Соник Вейв. В БКБ. Убили таки гирокоптер. Но у него Аегис. Убивает Энесса. Виртус Полярис на троих. Очень много урона идет. По короку летит. Полдаун. Баба. Все. Гоус Септер получает. Один заряд. Другим сейчас добьют. Минус 4. Роняет на свой гем. Но здесь остался только. Квин оф Пейн. Который убегает. Ничего он не сделает уже. Гирокоптер. Встал с Аегисом. Я трипл килл доделал. 3 700 денег. Но весьма страшающе выглядит команда Виртус Про. Остался им. Один внешний тар. Но идут по меду уже. Понимаешь что. Мелочиться особо уже не надо. Радиент. Топ тар. Встал с Аегисом. Соник Вейф. Но никого этим уже не напугаешь в наше время. Грусь бы Аганим есть. И третья урна. Соник Вейф все равно не больно. Пришел опять Вист. Умер в очередной раз. Как-то он пытается дружить со своими. Притягиваться к ним вечно. На поладочке ходит. А в итоге сам умирает. Мы потеряли сторону Виртус Про. Сейчас потеряет еще и Тауэр. Судя по всему. Пока все желают. Ну и здесь уже становится очевидно резкий провал. То же самое здесь с 1000 с плюсом. Тауэрд и дальше. Сейчас уже будет 15 тысяч скоро. Эрман понимает что пока он. На лоу хп он не слишком полезен. Там в драке. Пытается тригенеться. Принес себе доминатор. Чен. Убил баунти хантера. То есть пытается здесь какой-то демж контрол делать. После потери страны. Убивает пышака. Дэм Айвад летит. Но получает. Теряет гем. Который отбирал он. Семь. Ну да. Это еще Айнесс. Сейчас похоже будет минус 4. Минус 4. То есть остался в живых только гирокоптер. Но это. Позволит ему. Хотя бы с одним из двумя выкупами. Защитить базу без проблем. Учитывая, что до базы еще не дотянутся. Скорее всего. Просто-напросто. Супер клипы здесь. То есть пока здесь будут идти. Еще Тер-2 Тауэр здесь с помидором. В общем. Отпушить не получится. Чем продолжает набирать крипов. Набор денег. Набор вещей у него так и не изменялся. Минуты. С 20-й наверное. То есть последние 20 минут. 4 тысячи денег у Квин оф Пен. Но не знаю там что купить. Чтобы исправить ситуацию как-то. Хаус Кнайт купил Ревер. Делает Харта в Тараск. Уже и Виталити Бустер есть. То есть остался только рецепт. Здесь же целиком Сатаник. То есть вот так вот. На байбэк давайте посмотрим. На всякий случай байбэк Гирокоптеру все-таки нужен. Я сомневаюсь конечно что он умрет. Так что у него есть БКБ. Вроде бы 7 секунд. Да. Ну и плюс Сатаник. Он включит свой. Активный 175% флай стила. За несколько ударов он просто отрегенит себе. На фул столб ХП. То есть чтобы его убить надо за чейн дизеблить. Но у него 2500 хп надо очень много урона. Чтобы так за чейн дизеблить. Что он даже БКБ не успел поражать. Квин оф Пейн где-то фармит с ультимейтом своим. Сдул весь. Креп вейв супер крипов. Корк очень хочет Тараску свою. Хард Тараск. Ну никак вот. Приходится ждать пока там фармит Гирокоптер. Он не ходит по очереди. Они лейн друг к другу гоняют. Что такое прилетел. Давайте посмотрим. Что кому чего. Шаг. Пойнт Бустер. Гем барабаны даже поражали. Вот так вот прям подняли боевой дух. Санта здесь сам по себе невидимый. Раздавать надо всем Эмпауэры. Эмпауэр висит. Четыре сотни урона. Тимликаджи просто ждут на базе врага. Как-то они похоже смелились уже. С участием. Ходит. Айсогр кастует. Ледяной армор. Так, интересно, на сколько процентов он понижает. Сейчас посмотрим. 50 слову. 50, 30 слову и 20 атак слову. Неплохо. Ну и как-то не решается Виртуз Пром. Внезапно они как-то подрастерялись. Хотели идти по топу. Подумали, пошли по боту вместо этого. Пока по ходу дела. Пофармят все джунгли. Джунгли. 3-3 из-2 Магнуса. Не знаю, что он ничего не делает. ПКБ у него сколько секунд? 8 секунд. Мог бы и рефрешер давно сделать. Почему бы и нет. Ну, потихоньку подпушивает. Сейчас будет какая-то решающая драка. И посмотрим, кто из него будет победителем. Если внезапно будет какой-то обсет. Тимликает. Вайпнет как-то каким-то магическим образом команду Виртуз Пром. То сомневаюсь, что дойдут они дальше стерла. То есть, снесут они, радостно, на медиа на боте по вышке. Такая граунда, скорее всего, не зайдут. Сейчас и байбеки появились вот уже. Байбек есть у Эрмана. То есть, даже если сейчас случай из чудо. Они Виртузов Вайпнет. Какого-то слишком сильного, серьезного переворота. Так не будет Дорошан. Давайте посмотрим. Дорошан времени еще достаточно. Раскидываются стреки. Ну и расходятся. Неужели будут ждать Рошана, видимо. Не хотят они на равных условиях драться. То есть, мало что пойдет не так. Знаю, что... Тимфайты у них... Такие достаточно абсурдные в этой игре случались. Ликвидер стоят, ждут в недоумении. Понимают, что похоже еще 4 минуты им ждать Рошана. Сейчас ходить, летать по лейнам. Доделает там себе 6-ое слот Эрман. Докупит себе там... Не знаю, что покупает Яшу, БКБ. В общем, точнее Санж. НС. Решак. Не знаю, доделает он когда-нибудь с Ганем. Либо голосон свой. Не знаю, что он там делает. Может, и доделает. И 2000 золота есть у Санты. Далее. Немного времени тем лейкит. Однако вот... Давайте посмотрим. Клин офф Пейн. Купил себе Эфирио Блейд. Достаточно неплохо будет, если успеет она выкинуть на Гирокоптер, чтобы он как минимум не атаковал. Начнет он включать Сатаник после своего БКБ. Может получиться вполне хорошо. Единственная проблема, это его Блэкинг Бар. То есть, пока он вне уязвимости, он дамажит 7 секунд. И после этого уже можно вырубать. Он уже не такой полезен. Там, глядишь, флаг Кэнон закончится. Там уже будет дальше дожигать Лешак. Но у него тоже свой 8-секундный Блэкинг Бар. Топ подпушили. Две минуты осталось. Можно забрать нейтралов, можно лес пофармить. Вот, появились все крипы. Весьма удивлены я таким решением, что 6 минут осталось до Рошана, и все эти 6 минут сейчас проходят в пустую по карте. Команда Virtus.pro как-то они... Немного теряют время, я бы сказал. Достаточно было у них преимущества, чтобы попробовать как-то зайти. Видимо, решили не надеяться на ООС, не полагаться. Балба с гемом ходит, смотрит. На предмет вардов. Virtus.pro же варды не слишком любит. То есть они ходят прям как... Как матчмейкинги вслепую, ноугад. Если кого-то найдут, будут пытаться драться. Нашли здесь. Нашли Эрмана. Отлично. Поймали реверсполярца. Остался кто-то без реверсполярца. Вот он включил свой Сатаник. Как я и говорил, за 3 удара дав у ХП. Ну и внезапно разворот. Уже умер Бестмастер Корокс и Хартов Тарас. Дал 4-секундный стан. Кричит с вами, давайте возвращайся. Сейчас будем всех убивать. Здесь уже Лешак дожег Чена. Ну и коврик остался один. И минус 3. Сейчас пойдут они. Команда Virtus.pro сейчас просто пойдет и донесет. Хорошо, поймали. Просто прекрасно. Но успел влететь Магнус. Ну и урона просто не осталось. То есть всех основных дамагеров зажали. Стояли в реверсполярце. Снаружи оставались только Висп с Чен. Ну чего не сделать. Там где-то порядка 500 ХП оставалось у Эрмана. Добить там ну никак не вариант. Не доносит. Вполне заслужен в победу. Опять. ТС влетел. Вказал свой Эфирил Блейд. Виспи вернулись в фонтан. Виспи скоро вернется. Но его убили до этого еще. Эрмана заходит в фонтан. У него бетрофля есть, в общем-то. Может уникать фонтан без проблем. Ну и с гудгейм. Такая достаточно затяжная игра, что почти 50 минут бодались. Ну, Virtus.pro. Тут они не решались. Думали на Рошан сходить. В итоге сами получили инициацию. В итоге и убили всех. Ладно, давайте смотреть. Сейчас, похоже, уже начался. Диди против. Команда Фнатик. Если уже начался, сходу в нее запрыгнем.